Потому что они идиоты просто, потому что они играют с огнем в том смысле, что мы с детства знаем историю, да. Более того, у нас живы в семье те люди, которые прошли весь этот ад. Наши деды, наши пожилые люди, бабушки, да, которые в свое время были на фронте. И более, да мои родители, они были детьми, но они все, все сводки, так сказать, знали, потому что у меня поумирали дедушки все на войне. Мы знаем, что это было такое, то есть у меня родители в шоке просто от этого вранья бесконечного, вот от новой вот этой шайки, которая пришла к власти на Украине, вот, которая просто распространяет ложную информацию, более того, вводит в заблуждение людей, которые живут на Украине. Насколько я знаю, там в семье даже люди между собой ругаются, потому что, так сказать, у одних одна позиция, кто-то верит, кто-то не верит. Вот, и это вопиющая, это наглая ложь, естественно, которая, ну, которая не имеет права на существование. Вот, 9 мая, оно как праздновалось у нас, так и будет праздноваться, тем более, что в этом году огромная дата, 70-летие, да, с тех пор, как мы живем под мирным небом. Никто не забыт и ничто не забыт, это не праздные слова. До сих пор у нас происходят раскопки, у нас находят там какие-то, так сказать, останки людей, собирают по частицам, по крупицам, мы всем этим очень дорожим и никому никогда не позволим поворачивать историю вспять и рассказывать какие-то бредни о том, чего не было. Потому что истина, она одна, и история, она одна, и она такая, какая она была. А то, что сейчас кто-то пытается врать и вот это вот все распространять, пытаться распространять всю вот эту чушь, это на их совести. А самое главное, что, я думаю, что ни один нормальный человек в это не поверит. Субтитры создавал DimaTorzok